тоже интересная конструкция да я сегодня сюда пришел чтобы вам показать новые технологии строительства по крайней мере мной еще не виданная то есть делается двутавровая балка из чего двутавровая балка делается делается она естественно из дерева чтобы вам было понятно да в свое то время я сейчас немножко расскажу из истории вопросы вся америка была в секвой их сейчас америки секвой нет но америка чем хороша замечательная америка ну пунктом она еще не настолько стара по сути событий там три столет с небольшим если честно и вся америка сделана вся нормальная америка одноэтажная америка а это большая часть америке естественно она сделана из дерева дерева понятно вся америка 300 миллионов население сделан из дерева нормально они до сих пор сейчас также делают и вы их домах очень шикарно да конечно там кое-что случается но тем не менее застрахуйте жить спокойно вот теперь по-другому все сделано представляете да это чуть-чуть подороже чем наше блочное строительство ну что такое наше блочное строительство это когда мы вставляем обыкновенное дерево здесь чуть покруче да вкуснее вкуснее и интереснее да потому что вы это тоже можете сделать обратившись в артель перестройка и вот сейчас мы переговорим о том как это перестройка работает как она работает для вас давайте определимся где мы живем в нашем городе о чем мы говорим о городе недавно выстроенном были ватно набитные дома под снос качественные дома строил извините сталин из настоящего кирпича вот я в таком и живу потом фбсные блоки это хрущ хрущевки простите везде уже разбираются далее панельные дома теперь в москве все девятки под снос то есть вы где-то себе купили квартиру но сами подумайте это не ваша сущность потом ваша квартира также разберется проще отдать детям землю они пускай сами определяются со строительством вот кстати о земле каюсь тема была три месяца я вас разводил на шлакоблок насколько он хорош довольно странно но из чего делается город магнитогорск с чего город магнитогорск строится понятное дело что фбс на дома это было еще нормально но сейчас почему-то все это делается из шлакоблока все хорошо строится город из того что ближе и дешевле достается дешевле всего в городе магнитогорске в металлургическом городе шлак отход чугун производства чугуна то есть доменный шлак из него делаются шлакоблоки и большая часть материала для блочных домов ну а также вот монолитные дома поселка западного например тоже построены из шлака бетона прелесть именно дешевизна и самая простейшая логистика с левого берега привезли на любую точку где изготавливается шлакоблок перемешали с цементом форму и получаем строительный материал все красиво все здорово кроме одного во первых вся таблица менделеева плохим составу в этом шлаке во вторых все-таки повышенный радиационный фон при нормативе 16 миллирентген в час в шлакоблочном доме наблюдается до 30 миллирентген в час да а в тех домах о которых мы будем говорить дальнейшем максимум 12 миллирентген в час гораздо интереснее ведь согласитесь что нам хватает повреждающих факторов у нас и водичка жесткая и пылевой фон в городе один из самых высоких на планете тяжелые металлы что мы получаем с питанием консерванты которые также являются страшнейшим повреждающим фактором добавьте к этому радиацию и мы имеем статистику в пять раз более высокий уровень заболевания скажем раковыми заболеваниями в нашем городе по сравнению с тем что в стране вот я не говорю о других заболеваниях спрашивайте у врачей статистика страшно многие материалы просто закрыты от широкой публики вот но тем не менее вот про дома сделанные на основе шлаковых технологий они вот таковы да они массовые да вроде как бы и подешевле но если вы рассчитываете жить жизнью долгой и здоровой делайте дома из других материалов тем более сейчас хватает технологии которые более экологичны ну возьмем легковозводимые вот дома скажем каркас да так и делается нормальный мир не магнитогорский не россия но что нам ближе то типа шлакоблок или все-таки дерево история наших отношений говорит именно о дереве шлакоблочная история типа магнитогорск и вы думаете что ваш шлакоблок простоит вечно вот вам процедура разрушения шлакоблочного дома день работы бульдозер мы нет у вашего дома а каркасники как легко возводится также легко и разбираются слову о дереве из него можно построить многое а шлакоблок только в мусор давайте определимся что этот каркасный дом из где находимся сейчас на улице февраль месяц а вы это сделали зимой да и даже кстати говоря и даже фундамент сделан зимой ну те кто понимает технологии строительства знают что под тяжелый шлакоблочный дом фундамент надо делать ну максимум в сентябре октябре дать ему отстояться около года и после этого возводить на нем уже тяжелое каменное здание вот то что сделано здесь за один день закручены сваи на другой день обрезаны под уровень забетонированы ну да пришлось бетонировать зимними добавками но это ничего страшного выбрали просто погоду когда температура была теплее минус 15 градусов строители понимают о чем я говорю вот когда действуют добавки вот забетонирована наварены площадочки на которые уложу укладывается брус и после этого начался монтаж дома все делается зимой то есть когда человек когда люди приобретают участки но грамотные приобретают их зимой когда они наиболее дешевые вот люди которые купили этот участок поступили абсолютно грамотно теперь тема вполне очевидная почему мы не строим зимой я не понимаю любой большой панельный дома его делают и зимой и весной и осенью и вы там живете почему по цене квартиры вы не можете иметь себе дом непонятно артель перестройка может вам сделать дом и зимой и весной и осенью ну и летом естественно а что вы говорите а вы говорите о фундаменте сейчас докатимся и до вас каков он ваш фундамент опять же вернемся в историю стандартные ленточный фундамент это максимум 80 сантиметров редко кто до метра доходит потом утепление геморрой здесь свои теплый пол это по сути термос а прогревается термос легче и проще чем шлакоблочный дом и потом почему мы предлагаем именно вот легко возводимые дома на свайных фундаментах а здесь не надо было производить уймы земляных работ которые необходимы при возведении фундаментов под тяжелые дома то есть любой бетонный фундамент буронабивные сваи по ним ростверк до требует съема части грунта там где корни растений вот здесь не надо здесь дом будет снизу проветриваться поэтому гниющие растения никакую никакого влияния на атмосферу дома не окажут поэтому давайте еще перечислим перечислим маленький вопрос да то есть мы говорим что это в принципе относительно недорогой дом по отношению к другим потому что нету свайных работ их нету физически нет нет земляных работ нет обратной отсыпки скалой как требуется засыпать внутрь ростверка да не надо трамбовать это тоже ведь дорого нанять трамбовочную технику она не у каждой скажем строительной бригады есть поэтому им приходится нанимать за большие деньги которые надо брать естественно с заказчика вот не надо заливать стяжку которую надо потом теплоизолировать довольно толстым слоем изолирующих материалов скажем по стяжке которую вы скажем уложите под пол шелкоблочного дома да надо потом проложить еще 50 миллиметров экструзированного пенополистирола или 80 миллиметров пенопласта это тоже лишние затраты и только потом вы сможете положить обычный пол по которому сможете ходить вот здесь же пол образуется теми же самыми каркасными конструкциями где будет 200 миллиметров утеплителя и у вас будет дом термос термос надо просто понимать из чего то есть ребятки все таки давайте вернемся на кургиз в каком веке мы живем это даже не 20 21 я вам хочу сказать одну немаловажную вещь предположим думая что вы сэкономите на строительстве если построите каменный дом вы упустите из виду один фактор вам в нем жить много лет и много-много лет вам надо будет каждую зиму включать отопительные приборы если вы имеете ввиду отапливать каменный дом то поймите вы потратите примерно в два с половиной три с половиной раза больше средств на отопление чем отапливая дом термоса какими являются каркасники дома из сип панелей скажем брусовые дома сходные сродные по материалам и теплопередающим свойствам да внутри такого дома вы отапливаете только воздух стены прогревать не надо они не забирают у вас тепло а расходы при нынешних ростах на тарифов на энергоносители до расходы у вас будут расти в разы я сам живу в частном доме уже более 15 лет и могу вам сообщить одну вещь за это время энергоносители выросли примерно в 20 раз и когда да всегда свои летом можно вернуть зимой спецтехника дальше проще и круче зачем мне жить с соседями за моей стеной я люблю соседей так соседей можно шашлычками позабавиться на саду огороде можно музыку реально слушать и даже ночью к слову о панельном доме и это не микробетон где 90 процентов микрофонов и малость цемента на каждую работу есть свои узко заточенные специалисты и они в вашей артели есть конечно конечно теперь вопрос цены да то же самое кстати в цену изделия еще и земля входит будем говорить что грамотный дом будет стоить меньше чем ваша квартира можно вместо однухи сделать себе дом да легко еще на обустройство полностью остается но ребятки о чем речь то идет не хотите жить в городе и такое бывает чуть дальше и то же самое потому что есть артель перестройка конечно все это дорого то есть мы находимся на поселке западный западный 1 западный 2 то на то и получается то бишь здесь конечно все это стоит денег потому что кто-то в свое время раздавал просто так эти участки ну а у народу сейчас мысль такая давай немножко денег по заработаем да но с другой стороны все что вам показали да делается да где угодно у нас что земли мало у нас земли мало в удалительность в россии земли каще как-то никак то есть но вообще никак если честно просит к ма ма ленькая страна и земли нету конечно бред это все то есть в любом месте земля есть теперь вопрос с кем будем строить мы свое время беседовали с разными и разные куда-то слиняли нет один остался вот еще несколько появился говорю ребят это хорошо но в единство просто никогда не шевелять телевидение тоже телевидение вас тоже может отомстить не надо этого делать поэтому всегда найдем тех людей которые будут строить и сегодняшний вариант это артель перестройка строит дома там где вы захотите причем если это достаточно дорогое строительство можете построить себе не большой дом как это сделано у меня то есть ну что мне вообще по жизни надо я хочу спокойно в тепле поспать так чтобы я за это еще и не переплачивал бешеных денег о о я потихонечку что-то сделаю потому что извините живут и один раз и хотелось бы прожить так чтобы я больше удовольствия дал и для вас телезрителей в том числе